27 декабря в стране отмечается День спасателя. Спасателями являются и члены Восвода – старейшей общественной организации страны. Устав общества был утвержден в 1872 году императором Александром II. Цель созданной организации – содействие объединению граждан и юридических лиц общественных объединений для участия в решении задач в области охраны жизни и здоровья людей на водах. Восвод действует и на территории нашего района. Регулярно его члены выступают не только с профилактическими беседами, но и с демонстрацией спасения людей. Есть на счету фурмановских восводовцев и реальные спасенные жизни. Но спасатели – люди не только серьезные, готовые в любую минуту прийти на помощь, но и творческие. Есть гимны Восвода России, но так уж устроен человек, что хочется ему написать еще одну песню о своей работе. Так, на сегодняшний день гимнов Восвода различных городов и областей очень много. У них разные слова, разная музыка. Вот, к примеру, несколько. Восвод, как влаг, как песня над водой. Мы будем жить, пока бьются сердца. Мы будем быть, пока есть голоса. Мы будем страдать, пока есть кого любить. Восвод и с вами мы будем жить. Не так давно свой гимн появился и у фурмановских Восводовцев. Авторами его являются сразу несколько человек. А инициатором создания песни о своей работе является руководитель творческого объединения «Спектр» по совместительству восводовец, капитан водной службы Лев Улев. Десять лет назад у нас при «Спектре» организовала группа, которая вошла в состав Восвода России. То есть заниматься спасением на водах, профилактикой и предупреждением несчастных случаев. Мы этим занялись, еще у нас была своя причина, потому что мы развивали лодочные путешествия и парусные такие регаты по нашим рекам. И, как говорят, спасение утопающих, делая рук самих утопающих. Вот, и мы решили стать сами спасателями. В связи с тем, что у нас такой творческий коллектив, где есть и художники, и музыканты, и поэты, мы решили для наших ивановских спасателей сделать гимн. И собрались как раз все наши участники, и в течение очень короткого времени написали стихи, музыку, и сделали даже маленький клип. Мы сами написали то, что сами пережили. То есть мы уходили и в походы, и принимали участие в спасательных операциях, как летом, так и зимой. И вот все, что накипело, то есть наш настоящий опыт личный, мы в него внесли. А вот в написании, в музыкальном обработке, в видеомонтаже, это уже приняли участие вот все и творческое объединение «Спектр», и творческое объединение «Космос». Группа наша творческая, которая занималась этим проектом, это Владимир Соловьев, музыка Владимира Захарова. Да, исполнение у нас и Захаров поет, Александр Макаров, сведение и музыкальная такая обработка, это Олег Ешкутов, Ян Макаров работал над видео. То есть это большой коллектив, как бы все участвовали, но у каждого еще было вот свое, где они более-менее специалисты сильнее. Ну, а задачу, как давал я, о чем писать. Сначала собрались мы втроем, Лев был немножко не прав, что я сочинил текст. Мы собрались втроем, начали набрасывать строки. Небольшая моя заслуга в том была, что я сказал, нужно, чтобы было начало, от чего отталкиваться. Вот когда у нас создалось начало, тогда уже текст у нас потихоньку и пошел. Так вот и сочинили. Так вот знанием вас свода в любое время года. А дальше у кого-то, вот у Володьки было, у Левы были строчечки. И вот мы их в этот текст так все и вписали последовательно. Ну вот, надо было начало просто определиться с началом, и тогда у нас дело уже пошло. Мы тут столкнулись с проблемой. Гимнов из нас никто не писал. И поэтому вот тот оттенок присущего пафоса, вот все-таки это атрибут. Есть атрибут власти, атрибут какой-то организации. Гимн – это не просто какая-то музыка или однодневка. Мы писали это на долгое время. Поэтому важно было не перестараться вот с этим пафосом. Но должен быть какой-то оттенок, держать дистанцию, нужную для того, чтобы его и народ принял, и нам было как-то более комфортно себя чувствовать в работе. Поэтому, да, многие проекты, они просто резались, просто безжалостно отбрасывались. Но в результате получилось то, чего, в общем-то, добивались. Хотя вот сейчас вот со своей вот этой высоты взгляда на это можно было многое доработать. То есть и петь должен быть, не я должен был петь, там более какой-то брутальный должен быть голос. Хотелось бы доработать, ну, что есть, как бы то есть. В общем-то, с моей точки зрения, я доволен тем, что мы сделали. Вот, естественно, без всех остальных ничего бы не получилось. Вот, бэк-вокал пропел Александр, помогал Олег Ешкутов. Мы просто, как сказать, в режиме боя это все было. Ну, в принципе, поскольку у нас руководил всем Лев, то есть, как бы, главное слово за ним, мы сделали то, что от нас зависело. Это всегда в конце года, в декабре, мы тоже собираемся, вот, спасатели, это Дню спасателей, и это все происходит в Иваново. Вот, а в очередной раз, это вот в прошлый год, мы выставили эту песню, как бы, премьеру, и следующий показ уже был в Москве. И уже туда отвезли Ивановская делегация была спасателей в Москве, и там принародно, прилюдно наши, как бы, Ивановские спасатели показали, что мы не просто спасатели, а мы еще и творческие люди, и очень интересные во всех отношениях. Мы сотрудничаем с экстрим-клубами по всей России и со спасателями «Освод», потому что это всероссийская организация. Естественно, через интернет это сразу быстро распространилось по всем сайтам официальным, и уже, как бы, лицо наших спасателей все узнают. Как только заиграла эта музыка, значит, идет речь о Ивановских спасателях. К нам было предложение, чтобы мы написали гимны там Свердловска, там еще, вот, но, может, когда-нибудь и напишем, но нам надо тогда там пожить, немножко в тех краях. Мы бы написали про Шачу, про Тезу, про Волгу, это все наши места. Без похвалы и листьев и без высоких слов Всегда матрос-спасатель, в беде помочь готов Спасательная водка, жилет, бинокль и крюк Всегда с тобою рядом, надежный и верный друг Под знаменем восхода, в любое время года На трудности и горе невзирая От волки и до шачи не могут жить иначе Спасатели и вода сколотая От талки и до волки Свои исполняют долги Рабочие спасатели от плода От тезы и до шачи Не могут жить иначе Служить всегда готовы для ворота Под знаменем восхода, в любое время года На трудности и не годы, не взирая Стоят всегда на страже И днем и ночью даже Спасателей Ивановского края Стоят всегда на страже И днем и ночью даже Спасателей Ивановского края Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова